В эфире Синюс ТВ, программа ИТ-неделя. Главные новости мира высоких технологий за последние 7 дней. В студии Антон Крюков. Здравствуйте. В Москве прошла ежегодная выставка технологий для телерадиовещания. Смотрите специальный репортаж нашей программы. Американские ИТ-компании проводят массовые увольнения. В этом году работу потеряли уже свыше 140 тысяч человек, занятых в отрасли. Аналитики утверждают, российских айтишников ждет сокращение зарплат и социальных выплат. Бурный 8-летний рост микроэлектронной промышленности идет на спад. Несмотря на кризис, интернет-реклама показывает небывалый рост. Сегодня, 21 ноября, на планете отмечается Всемирный день телевидения. Наша отрасль всегда была высокотехнологичной, но вот информационные технологии как-то задержались на пути в аппаратные и студийные помещения. До последнего времени принципиально в них ничего не менялось. Сейчас, с переходом на безлендочные потоки и high-definition, перемены стали просто необходимы. Как ТВ взаимодействует с ИТ? Смотрите в специальном репортаже Ирины Шубуровой с очередной международной выставки НАТ-Экспо-2008. Россия присоединилась к мировому процессу перевода телевидения с аналогового в цифровой формат. Это потребовало модернизации всех сетей наземного эфирного вещания. На пятой международной выставке НАТ-Экспо ведущие производители и дистрибьюторы программного обеспечения и оборудования продемонстрировали последние разработки мира телевидения. Телезрители могут быть уверены, скоро привычный облик телеканалов навсегда изменится. В современном телевидении сейчас появилось много нового, оно мигрирует в интернет, и поэтому телевизионный канал, он, как правило, очень похож на интернет-канал. Телезрителю недостаточно смотреть картинку, он хочет в себя вбирать побольше, получать информации. А эту информацию предоставить ему может только современные технологии, графическая информация. Это бегущие строки, баннеры, температура, время. Скорость поступающей информации требует от телевизионщиков мобильности и оперативности. Так, на выставке большое внимание было уделено передвижным телевизионным станциям. На многих внедрены так называемые безленточные технологии. Это одна из последних и наиболее популярных тенденций медиарынка. Раньше архивирование и хранение данных осуществлялось на носителях, которые использовали магнитную ленту. То есть это либо бобины в старых магнитофонах, дальше там кассеты Битакам, хоть это цифровая запись, но магнитная лента, она и есть там, магнитная лента. Через некоторое время она просто элементарно стареет и изнашивается. В современных телекомпаниях делается упор, во-первых, на масштаб хранения, то есть хранилища возрастают по объему, во-вторых, на надежность. Благодаря этим разработкам появилась возможность внедрения системы автоматизации эфира. Для большего удобства в нее входит рабочее место журналиста. Оно позволяет озвучивать и осуществлять нелинейный монтаж репортажей даже в походных условиях. Это помогает существенно экономить время при подготовке видеоматериалов к эфиру. Растет спрос и на виртуальные студии. Преимущество виртуальной студии, особенно для телевидения высокой четкости, который мы здесь представляем, оно заключается в том, что вы имеете возможность практически мгновенно переноситься в любую виртуальную среду, на берег моря, в замок. Короче говоря, вся среда лимитируется или ограничена только фантазией художников, фантазией дизайнеров и режиссера. Вот и все. При этом, как вы видите, она трехмерная. Вы, например, можете из одной студии перенестись в другую. Это для вас, как для, скажем, телевизионной компании. А для потребителей это просто расширение возможностей картинки и создание необычных эффектов, которые, естественно, украшают эфир. И все это в формате телевидения высокой четкости. Что ни говори, но для телевизионщиков главным критерием при выборе техники по-прежнему остается соотношение цены и качества. Однако кризис сказывается не только на потребителях, но и на производителях. А значит, спрогнозировать снижение себестоимости продукции не представляется возможным. Американские ИТ-компании проводят крупномасштабные сокращения штатов. По данным консалтингового агентства Challenger Gray & Christmas, с начала текущего года свои рабочие места потеряли порядка 140 тысяч айтишников. К концу года эта цифра может вырасти еще на треть. Рост количества увольных сотрудников начался в июле и продолжается по сей день. Причину, по всей видимости, и упоминать уже не стоит. У этой вполне ожидаемой волны увольнений уже появились первые жертвы. В пятницу 47-летний инженер-тестировщик Дзинь-У, работавший на калифорнийский стартап, получил расчет. После чего спокойно попросил аудиенцию руководства и застрелил троих топ-менеджеров компании из 9-мм пистолета. Убийца скрылся с места преступления, но днем позже был арестован. Работникам ИТ-отрасли в России в ближайшее время тоже не стоит ждать ничего хорошего. По данным кадрового агентства Анкор, еще до конца года многих специалистов ждет сокращение зарплат и льготных пакетов. Тенденция, скорее всего, будет сохраняться и в следующем году. Самые главные мишени сокращения расходов – бесплатное обучение, фитнес, суды и, что особенно неприятно, медицинские страховки. Но вот массовых увольнений в России, скорее всего, не будет. На протяжении многих лет на этой рынке наблюдался совершенно очевидный кадровый голод. Сокращение штатов может коснуться тех сотрудников этой компании, которые не заняты непосредственно в производстве. Это могут быть работники отделов маркетинга, пиарщики и, как бы это странно ни звучало, кадровики. Айтишникам же теперь придется тщательнее подбирать доказательства своей профпригодности при поиске работодателя. По чипмейкерам кризис тоже ударит, и причем в самое ближайшее время. Бурный рост отрасли, который наблюдался на протяжении последних 8 лет, в следующем году полностью остановится. На рынке ожидается снижение спроса на микросхемы, впервые со времени краха доткомов. Впрочем, пока темпы падения спроса на полупроводники не столь ужасающие. Основные заказчики микроэлектронных компонентов пока просто осторожничают и не приобретают крупные партии, боясь затоваривания складов. Аналитики призывают не впадать в панику и просто выждать определенное время. В конце концов, ситуация 2001 года сейчас едва ли повторится. Тогда, 7 лет назад, вслед за банкротством интернет-компаний, продажи чипов упали в разы, поскольку большинство техники реализовывалось в корпоративном секторе. Сейчас основную массу продукции составляет потребительская электроника. А вот рынок интернет-рекламы, по крайней мере, американский, наоборот, показывает совершенно сумасшедший рост. В третьем квартале этого года выручка сетевых рекламщиков увеличилась в среднем на 11%. Аналитики приятно удивлены. В условиях, когда маркетинговые расходы повсеместно сокращаются, такая завидная динамика – факт, вне всяких сомнений отрадный. А причина тем временем проста. Реклама в интернете стоит значительно дешевле, чем в других пространствах. К тому же ее намного легче контролировать. В странах с развитой экономикой, где проникновение широкополосного доступа достаточно велико, эффективность такого продвижения товаров и услуг давно доказана. Отсюда и впечатляющие объемы. За первые 10 месяцев этого года американцы израсходовали на онлайн-рекламу более 17 миллиардов долларов. Такова была эта неделя. Я Антон Крюков. Оставайтесь на этом канале. Дальше будет еще интереснее.